Приветствую вас! Я думаю, что вам нужно сначала определиться. Вот вы, когда написали на сайт, да, вопрос свой, вы чего вообще хотите? То есть, если вы хотите разобраться, например, со своим страхом повторения негативного опыта, да, то есть, по сути, это запрос на личностный рост, это запрос на проживание опыта, это запрос на интегрирование его в вашу ценностную систему. Вот, это первое. Это один момент. И одна история. И одно направление. Другой момент. Другой момент. Это доста, вы пытаетесь понять, почему девочка решила с вами расстаться. Это совсем другая история. Совсем другой момент. И если девушка решила с вами расстаться, у неё как минимум, да, как минимум, у неё были какие-то причины свои для этого, для того, чтобы с вами расстаться. И, ну, можно сделать анализ, к примеру, можно сделать анализ ваших отношений. Можно сделать анализ ваших отношений, можно посмотреть, да, что могло её напрячь. Ну, девушку, я имею ввиду. Что могло напрячь девушку, ну, взаимодействовать с вами, короче, к вами. Вот. И, соответственно, это другое направление работы. Знаете, это другое направление, это другая история. И работать нужно в этом, уже в этом аспекте. Тогда. Такая вот история. Понимаете? То есть вы не определились с этим. То есть это два разных направления. И если в первом случае, когда вы говорите про опыт, речь идёт скорее о том, что вы на свой счёт принимаете это. Да? Вы на свой счёт принимаете, ну, вот, то, что девушка с вами рассталась. И поэтому вы боитесь обжечь. Ещё. И получается, что через девушку, за счёт девушки, вы пытаетесь реализовать какое-то своё желание. То есть ваши чувства к ней не в полной мере направлены были на неё изначально. И, возможно, именно поэтому она с вами рассталась. Понимаете? Вот. Что касается ответа на вопрос, как бы, что значит её смс, её смс значит, что она не хочет с вами встречаться. Вы сами понимаете это, что она не хочет с вами встречаться. Но вам для чего-то нужен конкретный ответ от неё. Вот вы говорите по мне, так не хочет, скажи нет. Но вы, кроме того, что другой человек, вы ещё и мужчина. А она, кроме того, что другой человек, она женщина. И она не должна отвечать так, как хотите вы. Отвечать так, как хочется есть. И это нормально. Поэтому здесь, здесь момент вот такой. Здесь вот такая штука. Такой момент. Понимаете? И я думаю, что вы в глубине души знаете ответ на свой вопрос. Вы знаете ответ на вопрос. Ну, на любой, по сути, на любой свой вопрос, который вы задаёте, вы знаете. Просто вам нужно прислушиваться к себе. Просто прислушиваться к себе. И немножко послушиваться к себе. Немножко послушиваться. Совсем чуть-чуть. И я уверен, вы найдёте ответ на вопрос. Я верю в то, что вы можете просто, ну, не знать. Не знать, почему девушка повела себя именно так. Я верю в это. Я прекрасно вас понимаю. Эээ, но если вы не знаете, если вы не знаете, почему она так всегда повела. Если вы не знаете, почему вы расширились. Если вы боитесь обжечься сейчас, что с этим сами вы не справились. Не справились. Это работа с чувствами. Это работа с привычным мышлением. Это работа с самооценкой. Это работа с вашей лично смысловой сферой. Понимаете? Сергей. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Вот этот аспект имейте в виду. И я надеюсь, что у вас всё будет хорошо. Я уверен, что у вас всё будет хорошо. Для этого, ну, не знаю. В некотором смысле перестать, пытаться понять человека. А лучше стараться понять себя. Чем лучше вы поймёте себя самого, чем лучше вы себя самого поймёте. Тем лучше будет для вас. Тем лучше вы сможете, тем более эффективнее вы сможете выстраивать отношения с людьми. Ну, другими людьми. А вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаёте. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...